А в Петропавловске тем временем уже дорожают продукты питания. Правда, дело не в курсе валют. Горожане жалуются, Стабфонд не регулирует стоимость социально значимых товаров. На прилавках уже почти в два раза подорожал лук. Взлетела цена и на другие овощи. Зайра Джакупова подсчитала, во сколько теперь обходится продуктовая корзина. Полкилограмма моркови, хлеб и мука всего понемногу. Жительница Петропавловска Тамара Лукина лишнего себе не позволяет. Говорит, цены даже на самые обычные продукты кусаются. Вот сейчас морковку взяла. 233 морковка. Ну куда это годно? Сахар, конечно, дорогой. О чем можно говорить? Мясные попробуйте купить, подадите. 2000 до 1800. Вот и попробуй с пенсии проживи. С начала года на севере страны подорожал картофель почти на 30%. Морковь на 65%. Цена на лук и вовсе стала в два раза выше. При этом продукты эти входят в перечень социально значимых. Так почему же товар с пометкой «Стапфонд» в некоторых магазинах немного дороже обычного? Даже по качественной, да? Цена 126 и сумма 128. Хотя через Солдусык – 203. Продавец объясняет, при фасовке перепутали пакеты. Гречку продают по 130 сенге за килограмм. Это уже не первая проверка, которую проводят члены специальной мониторинговой группы. Цены на продовольствие постоянно растут, как и недовольство горожан. Стоимость товара в первой необходимости, оказывается, контролирует комиссия. А вот «Стапфонд» работает себе в убыток, говорит руководство. В 2016 году было 300 миллионов выделено на закуп на стабилизационный фонд. Больше денег не выделялось. Контракт был заключен на три года, до 2019 года. В 2019 году, в январе 2019 года, мы перезаключили этот контракт. И эта сумма, переходящий остаток, перешел на следующий год. Эти деньги идут в обороте. Закупается продукция, продается, продается. И на эти же деньги заново покупаются в очередной сезон новые продукции. Мы платим за хранение, перевозку. Также у нас есть и потери. Сейчас на складах «Стапфонда» имеется больше 400 тонн продукции на 80 миллионов тенге. Это крупы, мука, макароны, подсолнечное масло и другое. А вот моркови и лука нет. Потому на прилавке региона овощи завозят с юга страны. Транспортировка – это еще плюс к себестоимости. Отсюда и цены высокие, объясняют специалисты. «Стапфонд» закупается, конечно, один раз осенью. Даже у наших местных сельхозтоваропроизводителей закупается. И она уже примерно в этом году, например, в марте, уже вот так вот до весны, весной уже заканчивается. Осенью будет, опять же, закуплен объем этих овощной продукции. В основном осенью закупается для того, чтобы реализовать его в период повышения цен. В ведомстве также рассказали, что скоро разработают типовые правила, согласно которым функции «Стапфонда» перейдут к представителям торговых точек. Им будут предоставлять кредиты по низким процентам. Сегодня торговые точки, мелкий и средний бизнес, работают очень гибко, быстро. У них отработана логистика. Но им нужны средства, именно вот это оборотные средства. У нас нет четкой картины от статистики, сколько нам нужно продукции, сколько у нас она производится, сколько она завозится. И сами торговые точки индивидуально по-своему не могут просчитать. Мы заинтересованы, чтобы этот механизм был запущен. Наша главная задача – это открытость данного механизма и информировать население. Когда этот механизм заработает и удастся ли новым операторам сдерживать цены, покажет время. А пока жители вынуждены переплачивать за импортную продукцию. Зайрат Жакупова, Руслан Алиев, итоги дня, Петропавловск.